Три года работы и 74 миллиона гривен начали сползать. Часть велопешеходной эстакады на 10-й станции Большого фонтана просела. Деформация произошла за многоуровневым паркингом отеля, где эстакада переходит в новый участок трассы здоровья. Причиной того, что велодорожка идет под землю, скорее всего, стала непогода и не только. Из-за прошедших осадков часть грунта ушел в пустоту под паркингом. В результате 10-метровый участок эстакады потерял горизонтальный уровень. Строительством эстакады занималась компания Росдорстрой. Тендер на возведение этого сооружения они выиграли осенью 2017 года. Все работы застройщик обещал выполнить до июля 2018 года, но из-за ошибок в проектировании строительство затянулось. В итоге объект открылся только в июне прошлого года. О том, что такое будет, я предупреждал еще год назад, когда все это строилось, потому что оно сразу уже плыло и основание там не очень основательно сделано, извините за туфтологию. Ну и произошло так, как я предсказывал. И я думаю, это еще не последняя деформация этой дороги. Мэрия гордится этим сооружением. По всему городу висят баннеры, сделанные в Одессе. По факту эстакада сделана, но прослужила она недолго. Кроме того, эстакада существенно подорожала. Начальная стоимость при проектировании составляла 31 миллион гривен. В итоге строительство в велодорожке обошлось почти 74 миллиона 300 тысяч гривен. Когда начали строить, то выяснилось неожиданно, что там глина и что нужно все это дело укреплять. И, видимо, поэтому. Ну и второе, еще дополнительно решили отремонтировать лестницу, которая под ней. И, к сожалению, правда, после этого с лестницы исчез пандус для колясок. Ну, так вот наша мэрия работает. Практически любой ремонт потом со временем у них дорожает. То есть они проводят тендер, выигрывает правильная компания, которая дает меньшую сумму, а потом неожиданно оказывается, что работа сложнее и нужно больше денег. Отмечу, что 10-я станция Большого фонтана продолжает сползать. Оползни появляются и под самым дорогим особняком Одессы. Чтобы этот процесс не продолжался, склоны нужно укреплять. А последний раз берегоукрепительные работы в нашем городе проводились около 60 лет назад. Игорь Исаенко, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».